Почему мужчины возвращаются? Мы расстались с парнем, а он все равно заходит на мою страницу, лайкает мои фотографии, смотрит мои сторис в инстаграм. Как понять этого мужчину? Что же он хочет? Хочется какой-то интимной близости, рядом никого нет. А вот тут напишу бывший, и вроде бы как можно получить дозу тепла. Для мужчины ничего не стоит вам позвонить. Он же не предлагает вам переписать на вас свою квартиру. Он же не предлагает вам принять в подарок Мерседес. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов. Я дипломированный психолог. Прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И обязательно смотрите это видео до конца. Мы расстались с парнем, мы расстались с мужчиной. И тут он мне снова пишет. И тут он хочет вернуться. И тут он мне клянется в том, что он изменился, и все будет по-другому. Ярослав, мой мужчина сам был инициатором развода, расхода, расставания. И тут он мне снова пишет и снова хочет сойтись. Как его понять? Что ему нужно? Ярослав, мы расстались с парнем, а он все равно заходит на мою страницу, лайкает мои фотографии, смотрит мои сторис в инстаграм. Как понять этого мужчину? Что же он хочет? Наверняка эти и подобные вопросы витают в вашей светлой головушке. Либо же вы подобные вопросы слышали от ваших подружек. Поэтому задачи этого видео хочу разложить по полочкам, чтобы вам было понятно, почему так мыслит мужчина, почему он так себя ведет, почему такое может происходить. И, конечно же, как себя здесь лучше вести, как это расценивать и как грамотнее на это реагировать, в первую очередь учитывая собственные интересы. Об этом и многом другом в этом видео. Итак, что важно понимать? Что, ну знаете, есть миф, что женщины эмоциональны, а мужчины логики. И поэтому у мужиков все четко, конкретно и по полочкам. А женщины такие хаотичные. На самом деле в чем-то есть, доля истины в этом есть. Но я бы не распространял это правило на все и вся, на всех и вся. Поэтому нередко, особенно незрелые мужчины, особенно неосознанные мужчины, они тоже способны эмоционировать. Они тоже способны принимать решения на эмоциях. И потом об этих решениях жалеть. Или же мыслить, исходя из, вот прямо сейчас мне что-то хочется, и его несет. А утром он просыпается и думает, передумал. Да, вот как часто у меня бывало, я помню свое детство. Отчим, я помню, отчим по вечерам выпивал алкоголь и рассказывал, Ярослав, у меня наполеоновские планы, я там бизнес, там планы у него были большие. Утром просыпался отчим, и ему ничего не хотелось, и он ничего не делал. И так это повторялось постоянно. И, собственно, его некой эмоцией, в которой он проявлялся, это было во время распития спиртных напитков. Так вот, первое, что нужно понимать. Мужчины тоже эмоциональны, они тоже могут принимать решения на эмоциях. Он на эмоциях может расстаться, на эмоциях может наговорить гадости в ваш адрес, и также на эмоциях может соскучиться. Да, вот он, вы расстались, и тут ему одиноко, скучно и так далее, и он вам пишет. Это, скажем так, эмоциональное его поведение. И я бы не стал это поведение расценивать как нечто серьезное, как нечто, какое-то взвешенное решение мужчины. Дальше. Для мужчины ничего не стоит вам писать. Для мужчины ничего не стоит вам позвонить. Он же не предлагает вам переписать на вас свою квартиру. Он же не предлагает вам принять в подарок Mercedes, самые последние модели из автосалона. Все, что он делает, это звонит или пишет. И для него это ничего значительного. Он особо здесь не напрягается. Ему одиноко, он испытывает одиночество и никому не нужность. А вот тут напишу бывший, и вроде бы как можно получить дозу тепла. Либо интимный контакт. Хочется какой-то интимной близости, рядом никого нет, давно не было, напишу-ка я бывший. И, конечно же, я не буду прямо писать, что я хочу интимной близости. Я это упакую в что-то серьезное, что я соскучился, душевность и так далее. То есть, как бы зайду издалека, чтобы расположить ее к себе. Либо, что хуже, это когда мужчина сам себе придумал. Он придумал себе, что все, я поменялся, я сделал выводы, и сейчас все будет по-другому. Он себе там нафантазировал, и он сам в это верит. Но если посмотреть статистику схождений после расставания, то мы увидим, что только лишь несколько процентов пар действительно счастливы после того, как они сошлись. И я не говорю, что я не верю в то, что когда бывший возвращается, это точно плохо. Тут вопрос в том, какую работу проделали лично вы как женщина, и лично он как мужчина над собой. Если вы личностно выросли, и вы сходитесь не просто потому, что вам одиноко, не просто потому, что вам плохо, вы проделали работу над собой, поняли, что в принципе-то вы там совершали ошибки, сейчас точно все будет по-другому. И не потому, что вы этого просто хотите, а вы реально проделали работу над собой, тогда шансы более вероятны, тогда шансов гораздо больше. какой вопрос вам нужно задавать самой себе а чего я хочу ну хорошо бывший пишет бывший звонит а чего я хочу от своей жизни от себя и уже дальше там в третью пятую очередь чего я хочу от этого мужчины например но мне приятно что он пишет или неприятно мне приятно что он звонит или неприятно если это бывший с которым у вас нет общих детей и он вам пишет звонит и вы говорите себе отвечать и да мне он не интересен ну тогда не зачем вы паритесь тогда не парьтесь чего он там пишет чего он звонит просто заблокируйте не продолжайте общение но если вам приятно хорошо мне приятно дальше чего я хочу ну я бы хотела бы попробовать с ним сойтись ну окей для того чтобы сойтись у вас есть возможность встретиться пообщаться по взаимодействовать да и только потом уже принимать решение сходить или нет а такое ощущение что вам нужно в переписке или в телефонном разговоре принять какое-то важное решение такие важные решения насчет сходиться или нет нужно принимать после нескольких встреч хотя бы когда вы пообщались по взаимодействовали и увидели но при этом если ваш бывший был абьюзером который вас бил который вас унижал который портил вашу самооценку тогда пожалуйста вам нужно подумать тысячу один раз нужно ли сходиться и там с 99 и 9 процентов вероятности ответ что с такими сходиться не нужно потому что чаще всего именно такие мужчины не меняются и вы наоборот тогда схождение с таким мужчиной вы подвергаете риску для своей жизни и для себя как личности и что часто я вижу что женщины которые задают такой вопрос а чё бывший пишет чё ему нужно чаще всего это женщины которым одиноко которые где-то подсознательно сами с удовольствием бы сошли с этим мужчиной но сошлись не потому что было хорошо не потому что было вместе сладко а потому что сейчас одной очень плохо и они сами себе в этом не признаются ладно если бы вы сказали ну да мне плохо одной да я и было плохо и с ним и сейчас плохо одной и я с ним хочу сойтись чтобы как-то развеять скуку да или развеять так сказать одиночество свое но тогда это честный ответ перед собой но когда вы себе честно не отвечаете что вам одиноко и вы сходите просто выходите прекрасных отношений то это не приведет чему-то хорошему если вы сами себе врете насчет истинной причины почему вы хотите сойтись или рассматриваете такой вариант но верить на слово что я изменился я теперь другой все будет по-другому это приятные слова но слова проверяются в действиях и поэтому если вы сомневаетесь словах мужчины что вполне справедливо вас никто не заставляет принимать резкие решения что вам нужно сходиться и нормальный мужчина не будет вас заставлять принимать жесткие кардинальные решения прямо здесь и сейчас нормальный мужчина тоже скажет что ну давай пообщаемся давай снова повстречаемся послушаем друг друга свои ощущения как нам друг другом и если все ок тогда мы сойдемся а если мужчина начинает давить там давай принимай решение я или другой или давай там в течение быстро там что-то решай то это признак того что мужчина и находится не в адекватном состоянии разрешение этого видео я хочу вас пригласить на абсолютно новый бесплатный вебинар который называется самооценка и отношения честная инструкция все мы знаем что самооценка является основой счастливой жизни благополучия и здоровых отношений все мы знаем что невозможно построить нормальные отношения без здоровой самооценки на тему самооценки в интернете ходит много мифов и истории что нужно записаться на английский заняться танцами заняться собой и тогда каким-то чудом самооценка будет нормальной но если бы эти советы работали тогда бы вы скорее всего не смотрели это видео у вас уже все было бы хорошо и в отношениях и в деньгах именно поэтому мы создали новый бесплатный вебинар где тему самооценки мы раскроем хирургически кристальным молекулярным способом где разложим это по полочкам и у вас будет четко и пошаговое понимание что на самом деле нужно сделать собой что была здоровая самооценка и отношения прямо сейчас под этим видео записывайтесь на новый бесплатный вебинар и до встречи если это видео было полезно прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь на канал жмите колокольчик и пишите ваши комментарии